Макияж на работе То ли, например, мне такое часто случается, я должна внезапно приехать в офис, хотя я запланировала себе приехать на работу намного позже. Ну и на самом деле вы можете остановиться на каждом этапе и доделать макияж прямо у себя на работе, но это должно быть очень быстро и из каких-то очень простых продуктов. Ну, на самом деле у меня сегодня хватило времени даже на многое. Я успела нанести праймер, тональный сисикрем, выровнять тон, нанести бронзирующую пудру троечкой и осветляющую пудру на выступающие участки. Я уже освежила лицо, которое по утрам выглядит не так свежо, как бы хотелось. Я немножко подчеркнула брови, не успела не нанести пудру, ничего, намазала бальзам для губ и оставила. Ну, вроде как макияж есть на лице, но он такой незавершенный, действительно сырой. И я, как, например, человек, который работает в бьюти-сфере, ну, не могу себе позволить ходить с полумакияжем. Я так думаю, что, знаете, даже люди, которые работают не в бьюти-сфере, а, например, в банке или где-нибудь в офисе и так далее, они тоже не могут себе позволить ходить в полумакияж. Поэтому обязательно доделывайте его. У меня, честно вам признаюсь, иногда случается, что я не успеваю и, ну, уже половину дня прохожу с таким недомакияжем, особенно в дни, когда мне вечером нужно идти в спортзал, я не доделываю его. Но целый день я чувствую себя немного неуверенно и неловко. Поэтому лучше потратить лишние 10 минут и привести себя быстренько в порядок. Ну, опять же, если у вас нет на лице брови, обязательно их нарисуйте. И просто прокрасти ресницы. Мне же все-таки хочется добавить немножко весеннего образа. И я вспомнила о моей любимой палеточке Into the Garden. И я, ну, знаете, вот очень за ней соскучилась. Она очень удобна для того, чтобы быстренько подчеркнуть макияж в офисе. Она у меня, конечно, в ультрарабочем состоянии, но это ничего. Здесь все есть необходимые оттенки тени для этого, есть блеск для губ и есть сразу же кисточка, которая достаточно удобная. Какая-то палеточка есть в продаже, обязательно купите ее себе. Вы знаете, это одна из самых удачных новинок, по моему мнению, за последнее время. Так вот, с этой палеткой очень удобно вот этим спонжечком. Да, я сначала набираю самый темный оттенок и немножечко подчеркну линию роста ресниц. Причем не касаясь внутренней части глазика. Как бы вот вытягиваю уголок, да, не обычными круговыми движениями, а вот немножечко, да, как делаете эффект такой легкой стрелочки. Очень красивый темный оттенок, но при этом он, видите, не смотрится совершенно чересчур ярко. И самое главное, что эти тени в момент нанесения, они совершенно не осыпаются и не будут составлять вам каких-то неудобств и лишнего повода подчистить макияж. И немножечко на нижнем веке я тоже подведу линию роста нижних ресниц и как бы их соединю. Дальше вы можете взять либо чистую салфеточку, либо свою ладошку, потом просто помыть ручки, да, и убрать остатки этих теней. И теперь я возьму вот этот такой бежевый оттенок, немножко похожий на оттенок тени и гранит, но он немножко другой. И вообще эти тени, они по текстуре очень прикольные. И немножко заполню вот это пространство уже подвижного века. Вы можете видеть некие блики у меня и так на веках. Это хайлайтер, который я всегда по привычке наношу еще и под бровь, ну и распределяю остатки по всем глазам. Вы видите, получается, да, такой легкий переход, который достичь, ну просто нереально просто. Вот, и, конечно, уголочек глазика я и под бровку немножечко добавлю этого невероятно красивого розового оттенка. И это будет еще как дополнительный такой красивый блик на моих глазах. И внутренний уголочек глазика я тоже прокрашу вот этим пудрово-розовым оттеночком, для того, чтобы макияж смотрелся действительно завершенным. Одной кисточкой, видите, все очень легко и просто. Весь секрет сочетания оттенков и в качестве и текстуре самих теней. Они действительно такие, знаете, сказочные, необыкновенные и очень удобные. Ну и, в принципе, да, этого достаточно. Необходимо теперь только прокрасить наши реснички. Я беру тушь идеальный объем, завиваю их. Ну, в принципе, можете не завивать, но вам будет, поверьте, намного быстрее и проще, если все-таки вы их завьете. Потому что так вам понадобится всего пару взмахов туши и ресницы уже будут такие, как нужны. Ну, макияж глаз готов. И, в принципе, я могла бы, если бы со мной была только одна палеточка, накрасить просто вот этим, например, розовым блеском, вот этой же кисточкой для губ, которая с обратной стороны, и этот лососьевый оттенок добавить в качестве румян. Ну, я, вы знаете, сегодня утром занималась подбором губных помад для девочек. И, вы знаете, я заново влюбилась в губную помаду «Морская ра». Ну, я сегодня утром занималась тем, что подбирала девочкам помады, и я заново влюбилась в губную помаду «Райская гвоздика». У меня уже, к сожалению, не осталось в офисе новой, чтобы вам показать и выкрутить ее полноценный размер. Я думаю, что вы в каких-то моих видео найдете обзор на эту помаду. Но она настолько мне заново понравилась, то есть я, знаете, вот время от времени постоянно экспериментирую и пользуюсь абсолютно всем. Иногда просто забываю о чем-то, что я когда-то сильно любила. Губная помада «Райская гвоздика» – это сейчас просто самая весенняя, самая освежающая, самая-самая-самая помада, которую я просто продаю сейчас очень часто. Она имеет такой правильный розовый оттенок, она, как помада из регулярной линии, достаточно стойкая и при этом хорошо увлажняет, то есть идеальная середина. За счет того, что у меня нанесен бальзам для губ до этого, она смотрится как такая супер увлажняющая. И еще, когда вы наносите кистью, взбиваете продукт кисточкой, она всегда наносится более мягкой, чем это есть в самом тюбике. Но она и в самом тюбике достаточно мягкая и красивая. Очень красивая помада. Я вам ее рекомендую взять на вооружение для весеннего макияжа. Ну и я думаю, что вы точно понимаете, чего в этом образе не хватает. Не хватает румянца, да, то есть не хватает объединения глаз, губ и со всем лицом, да. То есть достаточно вот такое контурирование лица бронзовой пудры, да, золотистой. Оно, ну как бы смотрится незавершенным, потому что у меня нет нормального природного румянца, который сочетается, гармонирует со всем макияжем. И в качестве румян я выбираю оттенок розового фламинго. Тоже их очень сейчас люблю и очень часто наношу на свои щечки. Я набрала его достаточно большое количество для того, чтобы продемонстрировать вам сам оттенок, да, чтобы вы его видели. На самом деле он, да, смотрится намного нежнее и степень нанесения вы можете контролировать уже самостоятельно. Ну и конечно, так как уже 12 часов дня, а выходила я из дому очень рано и на моем лице не было пудры, естественно появилась некая, не то что жирный блеск, да, но некая такая неаккуратность. Поэтому для того, чтобы красиво, аккуратно поправить макияж, я беру просто прозрачную пудру и прохожусь по всем участкам, особенно центральных моего лица. Это совершенно не нагромоздит меня лишней какой-то, да, цветностью на лице и лишним слоем макияжа, а просто освежит его и сделает, ну, реально свеженьким. Да, щечка, конечно, я нарумянила, но мне очень хотелось показать, какой красивый оттенок розового фламинго. Вы можете это сделать намного нежнее, если наберете совсем чуть-чуть продукта. Конечно, в комментариях вы не забудете упомянуть об этом, но я думаю, что, знаете, вот, девочки, если вам это понравилось, я буду рада, если не понравилось, тоже буду рада. Я вам в последнее время это постоянно говорю, потому что мне нравится дискуссия, мне очень нравится, что у людей абсолютно разное мнение, потому что все мы разные и это нормально. А губная помада райской гвоздика, прозрачная пудра, румяно-розовый фламинго и эта замечательная палетка Into the Garden, которая станет быстрым макияжем на работе, конечно же, должны затронуть ваше внимание. А с вами была Светлана Букелла, спасибо вам за внимание и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok